Всем привет, с вами Информ ТВ. Игоря Лифанова, покорителя многих женских сердец среди телезрительниц, все реже можно увидеть на телеэкране. Хотя в начале нового тысячелетия он был одним из самых популярных актеров. Что же произошло и куда исчез кумир? Как выяснилось, причин для беспокойства нет. Он по-прежнему работает на сцене театра и все еще снимается в кино. Правда, уже не так часто, да и фильмы уже не те. На сцене Большого Драматического Театра Игорь дебютировал в начале нулевых, а слава и успех пришли к нему после показа детективного сериала «Бандитский Петербург». Женился он в первый раз очень рано, еще будучи студентом, но этот союз был недолгим. Второй брак оказался более продолжительным. С Татьяной Аптикеевой он прожил вместе 13 лет. А вот дальнейшему семейному счастью помешали очередные съемки. Лифанов в Крыму познакомился со студенткой Еленой Косенко. Девушка настолько вскружила голову Игоря, что он сразу обо всем позабыл. И о том, что женат, и о ребенке, и о возрасте. Актер уже не мог жить без Лены, поэтому забрал ее в Питер, а жене предложил расстаться. Всего у артиста двое детей. Его старшая дочь Настя появилась на свет во втором браке с Татьяной, а Алиса родилась в третьем. Стоит отдать должное отцу и отметить, что он даже после развода не забывал про Анастасию. Лифанов и сейчас поддерживает с ней связь и старается всячески принимать участие в ее жизни. А младшая дочь Алиса – это и вовсе его слабость. Трудно поверить, но артист в декабре прошлого года отпраздновал свое 55-летие. Возраст, конечно, уже не юношеский, но и до старости еще далеко. Лифанов строит грандиозные планы на будущее, а поклонникам остается надеяться, что в ближайшее время они смогут наблюдать за работой актера в одном из сериалов. Если вы помните этого замечательного артиста, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!